Научное познание окружающего нас мира, проникновение в его суть, неразрывно связаны с изучением составной структуры материи, исследованием сил, действующих в природе. Научный поиск потребовал интеграции сил ученых и объединения материальных ресурсов. По инициативе Советского Союза в 1956 году был создан Объединенный Институт Ядерных Исследований. Одна из статей Устава, принятого государственными учредителями, гласит, всей своей деятельностью Институт будет способствовать исследованию ядерной энергии только для мирных целей. Дубна. Сегодня этот небольшой город на Волге знают во всех уголках планеты. На торжественном заседании, посвященном 30-летию Института, выступил его директор, выдающийся советский ученый, академик Николай Николаевич Боголюбов. Наш институт имеет крупные научные результаты и замечательные традиции. Впереди у него далеко идущие перспективы. И нет никаких сомнений, что его интерстальный коллектив достигнет новых значительных убеждений в познании тайны природы. Научная программа Института развивается в рамках широкого международного сотрудничества, в первую очередь с организациями стран-участниц. Изучением строения атомных ядер, элементарных частиц и их взаимодействий занимается интернациональный коллектив ученых лаборатории теоретической физики. Начинают сбываться мечты многих выдающихся физиков о построении теории, которая объединяла бы все известные в природе силы, включая гравитацию. Среди физиков-теоретиков, лауреат Ленинской премии, вьетнамский ученый Нгуэн Ван Хьеу. Научному сотруднику в науке, вне Дубна, Объединенный институт ягерных исследований, работа в Дубне, дали все. Вся моя научная жизнь, можно сказать, прошла в Дубне. Каждый шаг в познании микромира связан с использованием сложнейших физических установок. Одна из самых крупных синхрофазотрон лаборатории высоких энергий, ускоритель, давший начало новому научному направлению, релятивистской ядерной физики. Для экспериментов в этой области создан оригинальный источник сильно ионизированных атомов Крион. Еще один источник для пучков, поляризованных дейтронов. Он сообщает им мощный импульс и предварительное ускорение. На экспериментальных установках изучаются свойства релятивистских ядер. Коммунитивное рождение частиц исследуется на гибридном спектрометре. Специальная фотокамера дает автографы исследуемых частиц, по которым с большой точностью определяются величины их зарядов и энергии. Можно увидеть ядерные превращения. Крупнейший в Советском Союзе гелиевый ожижитель используется для криогенного обеспечения модельного ускорителя сверхпроводящего синхротрона SPIN. Руководитель лаборатории, академик Александр Михайлович Балдин. Ускоритель SPIN, который вы видите здесь в виде вот этой голубой трубы, представляет собой полость, внутри которой расположен магнит, кольцевой магнит вот такого сечения. Вы помните, как выглядит синхротрон? И там внутрь вакуумной камеры, для того, чтобы ее чинить, залезают мужики в сапогах. Здесь же расстояние от Земли до Луны, вот по такой трубочке размером 5 сантиметров, проходят частицы вот в этом ускорителе. Создание ускорителя SPIN, это, конечно, крупнейшее достижение. Он, по-своему, уникален, и таких ускорителей в мире нет. Но наша главная цель создания вот нуклатрона. Как вы видите, это вот тоже хриостат такого же типа. Магнит будет в нем помещен несколько больше этого размера, с тем, чтобы это было создать максимальное удобство работы для физиков. Исследование тяжелых ионов, синтез новых элементов, позволяет проводить ускоритель лаборатории ядерных реакций изохронный циклотрон У-400. С его помощью на установке Василиса синтезированы новые трансурановые элементы. Василиса позволяет распознавать даже отдельные ядра этих элементов. Руководитель лаборатории, академик Георгий Николаевич Флеров. Дошли мы вплотную к 110-й элементах, однако на 111-м очевидная возможность урошения так же заканчивается. Что дальше? Ну и вот, как всегда, в тяжелые минуты, поднимая глаза в небо, мы заметили, что помимо этих полей, там есть поля тяготения, и мы ищем в метеомитах, ищем в вулканах Камчатки, ищем на дне океана с помощью известного Пайсиса, Тихий Атлантический океан, для того, чтобы попытаться найти 115-й, 116-й элемент, и потом снова использовать возможности машины, и уже то, что мы найдем, облучая, пытаться продвинуться далеко-далеко от известных элементов. Широкий круг проблем от физики элементарных частиц до ядерной спектроскопии решается в лаборатории, которой руководит член-корреспондент Академии наук СССР Венедикт Петрович Джилепов. Наша лаборатория ядерных проблем организована в 1948 году и является первой ядерной лабораторией, которая существует в Думне. В 79-м году был создан новый искоритель, который вы сейчас видите. Это фазотрон с пространственной вариацией магнитного поля. Применение пространственной вариацией магнитного поля с помощью вот таких спиральных шим, здесь одна десятая величины этой шимы, я показываю вам, позволило повысить интенсивность выведенного пучка протонов примерно в 100 раз и пучков протонов, пимизонов и других частиц примерно в несколько десятков раз. На ускоренных пучках этого ускорителя мы ведем работы сейчас по исследованию редких распадов пимизонов по изучению явления холодного синтеза ядер детерия и трития в перспективе, может быть, это позволит применять результаты этих работ как новый источник энергии для использования его для нашей промышленности и вообще народного хозяйства. Совместную программу исследований ученые выполняют на крупнейшем советском ускорителе в Институте физики высоких энергий в Протвино. Похожее на остатки древнего городища, насыпь закрывает километровое кольцо тоннеля, где разгоняемые протоны приобретают энергию в 76 миллиардов электрон-вольт. В огромном ангаре лаборатории на спектрометрическом комплексе Гиперон пучки ускорителя позволяют вести прецизионные измерения сечения ряда реакций. Возможности экспериментаторов расширяются при использовании электронной методики, в частности, дисплеев с изображением треков сразу в двух проекциях. Еще одна установка — Проза. Проза — это аббревиатура термина поляризация в реакциях обмена зарядов. При температуре, близкой к абсолютному нулю, создается высокая степень поляризации ядер. Впервые в мировой практике создан дейтериевый вариант замороженной мишени. Дисплей демонстрирует следы частиц одновременно с номером события. Использование мощного ускорителя в протвино позволило с помощью магнитного искрового спектрометра подтвердить кварковую природу нуклонов. Работа была выполнена совместно с итальянскими учеными. В Дубне изгодовляются детекторы, которые будут необходимы в совместной работе на ускорителе Европейской организации ядерных исследований в Женеве. Эксперимент, являющийся ярким примером международной кооперации ученых, получил название ДЕЛФИ. Изучение ядерной материи и твердых тел с помощью нейтронов является одной из интереснейших задач современной физики. На быстрых нейтронах работает импульсный реактор — базовая установка лаборатории нейтронной физики, которой руководит академик Илья Михайлович Франк. Это импульсный реактор на быстрых нейтронах, получивший название ИБР. Реактор имел маленькую очень мощность, но оказался чрезвычайно плодотворным, перспективным. Вот его потомок — ИБР-30. Вот, вы видите, на этой модели. Она уменьшена по сравнению с натуральными размерами в два с половиной раза. Собственно, активная часть реактора заключена вот в этих двух небольших кассетах, а всё остальное — это механика. В 1984 году была введена в эксплуатацию другая наша базовая установка — реактор ИБР-2, также не имеющий аналогов в мировой практике реактора строения. Мощность реактора во время импульса очень велика. Она достигает полутора миллиона киловатт, и поток нейтронов в этот момент рекордный. Здесь в 16 степени нейтронов с квадратным сантиметром в секунду. На нейтронных пучках наших реакторов работает одновременно 15 сложных экспериментальных установок. Это возможно только благодаря очень высокой степени автоматизации в управлении экспериментом, в сборе получаемых данных и их обработке. Тематика работ лаборатории очень многообразна. Она включает в себя изучение атомных ядер, изучение элементарных свойств нейтрона и физику конденсированных сред. В июне 1986 года измерительный центр получил новое прекрасное здание. В результате эффективность работы существенно повышена. Повышению эффективности научного поиска способствует высокий уровень инженерных и методических разработок. Такие разработки ведутся в отделе новых методов ускорения. Руководит отделом профессор Владислав Павлович Саранцев. Одной из основных задач отдела новых методов ускорения является создание коллективного ускорителя тяжелых ионов Пути-20. Проведенные нами эксперименты показывают, что такой ускоритель в десятки раз более эффективно ускоряет тяжелые ионы, чем существующие сейчас классические линейные ускорители. Из всех научных подразделений института поток экспериментальных данных идет в лабораторию вычислительной техники «Мощный комплекс», руководимый членом-корреспондентом Академии наук СССР Михаилом Григорьевичем Мещеряковым. Около двух миллионов фотографий трековой информации разбирает в год автоматическая система. Лаборатория оснащена сетью терминалов, памятью большого объема на магнитных дисках. Создана единая для базовых ЭВМ библиотека программ. Высокий уровень фундаментальных исследований служит основой решения ряда важных народно-хозяйственных задач. Среди прикладных работ следует отметить установку регата, на которой можно проводить радиационные исследования и активационный анализ в разных областях сельского хозяйства, в геологии, экологии, медицине. Создан клинико-физический комплекс для медицинских исследований. Облученные тяжелыми ускоренными ионами, обработанные в щелочных ваннах лавсановой пленки, превращаются в тончайшие ядерные фильтры, которые имеют преимущество по сравнению с другими фильтрующими материалами. За большие успехи в области фундаментальных и прикладных исследований, подготовку высококвалифицированных национальных кадров, институту достоин высоких наград Советского Союза, Вьетнама, Венгрии, Чехословакии. Вся деятельность Объединенного Института Ядерных Исследований, где сегодня работают специалисты 11 дружественных стран, пример плодотворных усилий, направленных на решение фундаментальных проблем ядерной физики, науки, от которой во многом зависит будущее человечества. КОНЕЦ